Привет, красотка! И сегодня мы вместе с тобой соберем летнюю косметичку, точнее собрала я уже ее сама, конечно, но мы ее разберем. Я поделюсь с вами необходимыми бьюти мастхевами на каждое лето. Я поместила их вот такой вот миленький саквояжик. И по ходу видео, пока я буду рассказывать о каждом средстве, я буду краситься этими же средствами. То есть я их буду наносить на себя, показывать их в действии. Лето совсем скоро, погода нас безумно радует. Пишите, кстати, сколько градусов у вас. У нас тут уже максимально доходило до 28, и это Урал, и это потрясающе. Я разделила всю косметику на две части, уходовую и декоративную, как можно догадаться. И я сейчас нахожусь без макияжа, вы можете у меня видеть брови, как вам, кстати. Я просто замучилась вырисовывать свои брови каждый день, тратить на это по 20-15 минут. И я покрасила брови краской сама дома. И мне очень даже нравится, очень удобно. И давайте мы начнем с ухода. И на первое место в моей косметичке я ставлю вот такое вот средство. Я попозже расскажу, почему у меня их два. Это, конечно же, солнцезащитный крем, без которого не только на самом деле летом нельзя жить, но и вообще всегда. И у меня это такой флюид, шака-флюид называется, от Лерош-Позе Ангелиус. Этот продукт имеет очень высокий фактор защиты как от UVB лучей, это SPF 50+, так и от UVA лучей, PPD 46. Девочки, уже при монтаже видео я поняла, что не особо объяснила разницу лучей и фильтров. Поэтому давайте поясним. Очень важно защищаться от обоих видов лучей. От UVB лучей, это средние волны ультрафиолетового излучения. Они наиболее активны с 10 до 16.00. А также от UVA лучей. Это длинные волны ультрафиолетового излучения. Так вот, фильтры SPF, скорее всего, о которых все уже слышали, это защита только от UVB лучей. Такие фильтры имеют большинство солнцезащитных средств. Но не менее важно защищаться и от UVA лучей. Поэтому обязательно проверяйте, чтобы ваше средство включало в себя также фильтры IPD и PPD. Это как раз-таки защита от UVA лучей. Немного сложная информация, какие-то сложные термины, но, девочки, это важно понимать, важно знать. Перед использованием нужно хорошенечко встряхнуть флакончик. Продукт имеет такую нежную, легкую текстуру. Вот водянистая прямо. За счет технологии умных полимеров. Подходит также для чувствительной кожи. И, что очень здорово, не оставляет никаких липких следов, никаких белых пятен. То есть, все очень равномерно растушевывается, впитывается. Можно оставить вот так вот, собственно, и уже выходить в свет. Самое главное, не пропускать вот этот вот этап защиты. То есть, можно дальше не наносить лучше BB крем там или еще что-нибудь. Но защиту на кожу нанести нужно. И я вам показывала вторую баночку. Собственно, это для тех, кто хочет два в одном получить результат. Здесь уже есть оттеночный пигмент. То есть, это как а-ля BB крем. Такая же защита от солнца, но еще и дает средство пигмент. Давайте закончим, наверное, со всем уходом. И потом перейдем к декоративке. Я очень рекомендую на лето использовать такое средство, как крем для волос. Может быть, кто-то слышал, не слышал о таком продукте. Я с ним сама познакомилась где-то полгода назад. Это такое несмываемое средство, которое вы наносите после душа, например, когда уже волосы подсохли или они еще влажные. И вы их наносите примерно вот отсюда до конца. Собственно, как маску или как бальзам. И это несмываемый уход. То есть, этот продукт питает ваши волосы, пока они высыхают. Пока вы можете там феном подсушивать или просто они у вас сохнут сами по себе. У меня сами по себе сохнут. Во-первых, это дает классный гладкий эффект. Вот смотрите, сейчас у меня волосы не выпрямлены, а вы знаете, какие у меня волосы после мытья обычно. Очень классный такой эффект плотности потом возникает, потому что волосы будто бы не пустые. Обычно на кончиках вот здесь у нас особенно сухие волосы, особенно поврежденные. И их трогаешь, они как будто бы, ну не солома, конечно, но полупустые. Сейчас у меня такого вообще нет. У меня ощущение, будто у меня плотные волосы. Я, конечно, еще обстригла все секущиеся концы, но мне безумно понравился такой уход. Особенно, мне кажется, летом это будет актуально, потому что летом солнце агрессивно поступает со всеми частями нашего тела. И волосы здесь, конечно же, тоже страдают. Особенно кончики, которые и так очень сильно повреждены. Поэтому очень классное уходовое средство. Я прямо такую нормальную горошину выдавливаю. Распределяю между ладошками и хорошенечко их напитываю. Следующее уходовое средство, это, конечно же, бальзам для губ. Любой абсолютно, который вам только хочется иметь. Это обычная гигиеническая помада. Я сейчас тоже на себя нанесу. Губы безбожно сохнут летом. Они у нас зимой страдают от одного, летом от другого. В общем, гигиеническая помада это то, что должно быть в косметичке, в принципе, всегда. Я не буду долго останавливаться на этом пункте. И последнее, что я выделила из ухода такого прям необходимого. Конечно, у нас остаются там еще всякие крема. Каждый сам себе выбирает, какой маски для лица. Я положила в летнюю косметичку термальную воду. Она может быть не такого большого размера, может быть маленького. Тогда ее удобно носить с собой. Но у меня вот дома была только большая. Это термальная вода. Штучка на все случаи жизни. Мне лучше решение говорить и брызгаться одновременно. Подправить макияж, освежить макияж в течение дня. Вы с потерей или хотите умыться, у вас макияж на лице. Термальная вода летом очень-очень спасает. Успокаивает кожу, увлажняет ее. Так что супер классное средство на лето. И мы переходим к декоративной косметике. Что тут по текстурам? Конечно же, наверное, всем понятно, что от стойких плотных тональных нам нужно уходить в сторону BB, CC кремов. Вы видели, да, какая текстура водянистая была у этого санскрина? Вот что-то такое нам в идеале наносить на себя, если уж вообще наносить. Можно не наносить на себя ничего. Тонального я имею в виду. Но если хочется перекрыть какие-то неровности, немножечко выровнять тон, это должна быть максимально легкая текстура. Посравните просто, это текстура стойкого плотного тонального крема, а вот текстура, которая нам на лето нужна. И мне нравятся все-таки средства наносить кисточкой, именно, а не спонжем. Очень легким слоем. Это, опять же, не обязательно на самом деле пункт. Но я знаю, что очень многие, в принципе, красятся летом. И вообще тон свой не меняют, то есть оставляют его таким же плотным, как он и был зимой, например. Поэтому я решила все-таки акцентировать внимание на этом пункте. И что же нам делать, если лицо в течение дня вдруг начало блестеть? Это очень неопрятно выглядит. Может быть, это тональное средство, которое перестало быть матовым, может быть, это просто ваш тип кожи, жирная кожа. Может быть, это вспотело лицо. Я очень советую приобрести матирующие салфетки, не первый раз уже о них говорю, и в течение дня ими подправлять макияж. Что мы делаем? Отрываем салфеточку и прикладываем к самым выдающим блеск местам, так сказать. Обычно это Т-зона. Салфетка эта хороша тем, что она, в отличие от пудры, которую мы наслаиваем в течение дня, она не добавляет ничего, она только убирает жирный блеск, абсорбирует его, делает макияж более свежим, более матовым, более симпатичным. Но если у вас настолько жирная кожа, что вот вы нанесли только тональный, и она уже очень сильно блестит, вам необходима пудра, то я предлагаю пользоваться рассыпчатой пудрой, а не компактной и не спонжиком вот так вот проходиться, делая себе матовые какие-то наложения. А рассыпчатая пудра проходится по лицу кисточкой, именно в тех местах, где это максимально необходимо. Но если сильного жирного блеска какого-то нет, то лучше и не надо. Это я просто показываю для тех, кому необходим этот пункт, у кого кожа начинает блестеть сразу же. Что у нас дальше с лицом? Как вы помните, наш первый пункт самый уходовый. Мы защитились от солнца и, скорее всего, мы не загораем именно поэтому. То есть мы от него максимально прячемся. Но многие любят загар, многие хотят выглядеть все-таки как после отпуска, как после хотя бы двух недель сада. Хочется не быть бледной поганкой, и в таком случае нам помогает бронзер, девочки. Но наносить его нужно правильно, нужно наносить его на те места, которые быстрее всего и загорают, в случае, если бы мы загорали с вами на солнышке. А это скулы, это подбородок, это лоб, собственно, везде, куда мы и наносим обычно бронзер, что за волосочек. Как будто нас поцеловало солнышко. Носик не забываем, потому что нос загорает и обгорает у кого-то тоже в первую очередь. И тут еще такой момент, девочки, сочетайте правильно текстуры. Например, я, как вы заметили, припудрилась, поэтому дальше я использую именно сухие корректоры, именно сухие текстуры. Если бы я сейчас взяла кремовый хайлайтер или кремовый бронзер и начала бы по матовой достаточно коже уже припудренной растирать что-то там, вполне возможно, что я получила бы какие-нибудь катышки, у меня бы там скатались основы, потому что так делать не надо. Если у нас влажная кожа, то мы наносим влажные текстуры. Не забывайте о таком моменте, что при комбинации текстур, кремовое на сухое на кремовое на сухое, вы можете получить кашу. Ну, давайте перейдем к глазам бровям, будем делать какие-то акценты. И какие средства в макияже я рекомендую использовать летом. Для бровей это фиксирующие туши, все различные гели для бровей. Если вам не хватает цвета, то используйте цветные гели. У меня это от Ифраше. Но, как вы можете заметить, брови у меня, конечно, сейчас прокрашены, поэтому особых каких-то прорисовок карандашом или тенями мне не требуется. Я просто действительно фиксирую брови гелем. Да и у большинства людей нет таких проблем с бровями, как у меня, поэтому большинству, наверное, будет достаточно действительно фиксирующий гель. А для тех, у кого какие-то прямо проблемки, то есть нужно дорисовывать. По моему опыту, карандаши для бровей более стойкие. Они какие-то более сухие и меньше скатываются, нежели тени. Поэтому я бы советовала использовать карандаши для бровей. Но если, в принципе, этого не требуется, то достаточно, может быть, будет одного фиксирующего геля. И что у нас по части глаз? Тени я рекомендую использовать либо кремовые, которые не будут скатываться. И даже если будут скатываться, то это не будет сильно заметно, потому что сухие тени, какими классными бы они ни были, чаще всего они все равно скатываются. Особенно, когда это жара, когда это там плюс 30, плюс 25. Века, как вы помните, у нас потеет в первую очередь. Поэтому можно получить эффект грязного макияжа. Обратите внимание на такого типа тени. Это жидкие, металлические. Я сегодня нанесу однушки от NYX. Я вам их показывала в одном из прошлых видео. Очень в них влюбилась. Это просто такой базовый золотистый цвет. Мне кажется, на лето это просто самое то. Сколько я его уже сейчас вот ношу в нашу жаркую погоду, не замечала, чтобы тени скатывались. И то же средство, которое я вам показывала в одном из предыдущих видео, это матовая подводка. Вообще, как мне кажется, когда как не летом использовать цветные подводки, экспериментировать и добавлять цвета в макияж. Но важно, чтобы эта подводка не отпечатывалась. Потому что зачастую сатиновые подводки, а таковых большинство, которые продаются в магазинах, они отпечатываются на верхнем веке. И это очень неопрятно выглядит. Это нужно потом стирать. Еще и стираются тени, которые были под ними. Мне очень понравилась подводка от NYX с матовым финишем. Матовеет, так сказать, она очень быстро. И дает очень нежный летний лавандовый цвет. Можно просто провести вот так вот полосочку один раз. Не вырисовывать никакую стрелку. Она очень пигментированная, поэтому получается это сделать достаточно легко. И без всякой стрелочки, без всякого кончика просто оставить вот такую вот подводку. И затем прокрасить тушью. Это очень по-летнему выглядит, очень разбавляет образ. Вот посмотрите, я меньше минуты, наверное, потратила на то, чтобы сделать раз и два. Все, они сейчас быстренько заматовеют. Это мое слово уже. Мы прокрасим тушью и будет такой замечательный летний, очень красивый акцент на глаза. Мне кажется, замечательная просто штука, надо скупить все цвета. У них предпоследний продукт. У нас, конечно же, водостойкая тушь. Как мне кажется, все понимают, почему водостойкая. Солнце беспощадно к нам, мы моргаем, века потеет, все течет, отпечатывается. И поэтому целесообразно купить водостойкую тушь, именно которая будет стойко держаться весь день на ваших глазках. Можно, кстати, экспериментировать с тушами и покупать их тоже разного цвета и делать на этом, например, акцент. То есть, есть фиолетовые туши, есть зеленые туши, есть коричневые. У меня сегодня, так как акцент на глазах в виде подводки, я не стала уже изощряться. У меня просто черная тушь. И у нас осталось единственное нетронутое место, точнее, тронутое единожды в самом начале макияжа. Это губы. Мы нанесли на них бальзам и, как мне кажется, одним из самых замечательных изобретений для губ из косметики является тинт. Тинт это такая штука, я думаю, уже все знают, которую ты можешь нанести буквально вот так вот капелькой на губы, а также еще и на щечки и на веки, и вообще сделать макияж одним средством. И растушевать в свое удовольствие так, как тебе надо. Можешь не растушевывать и сделать абсолютно яркие губы. Тинт имеет свойство очень хорошо впитываться, так сказать, проникать прямо в текстуру и оставаться на долгое время. То есть вы можете пить воду, вы можете есть что-то масляное, и это останется при вас на весь день. И когда, как ни летом, мне кажется, этим пользоваться, потому что все течет. Не хочется вот этих вот заломов, знаете, на губах от кремовой помады. Делаю вот так вот и растушевываю. Я просто добавила таким образом немножечко цвета. Его можно добавить еще, если хотите. И получается у нас достаточно естественный эффект. Мы ничего не вырисовывали, действительно, никаких границ, никаких там карандашей. Это просто наши же губы сейчас, оно еще все впитается. И действительно, пигмент останется надолго со мной, чуть ли не до вечера. Можно есть, пить, потеть, целоваться, делать что хочешь, и пигмент останется с тобой. Я решила сесть к вам поближе, чтобы показать макияж. Мне очень даже нравится. Получился он таким легким. В первую очередь мы реально потратили на него мало времени. Если бы не мои комментарии, то я бы сделала его за 10 минут, не больше. У нас есть очень красивый акцент на глазах. Есть свежие, сочные губки. Влажная текстура кожи. Легкая бронзовость такая, будто бы мы все-таки немножечко загорели. И несмотря на это, мы супер поухаживали за своей кожей. Защитили ее от солнца. И в течение дня можно вот так вот брызгать на себя термальную воду. Это очень приятно. Это просто даже процесс очень приятный. Ну а я, красотки, очень надеюсь, что видео было вам полезно. Что вы, возможно, нашли какие-то новые средства на лето. Самый важный и главный секрет красивого макияжа на лето, зиму, осень и весну, знаете что? Это улыбка. Так что не забывайте улыбаться чаще. Особенно летом, когда все расцветает. Солнышко просто делает нас всех счастливыми. Знаете, мне кажется, люди на Урале особенно счастливые. Потому что они радуются солнцу намного больше, чем остальные. И ценят его. И при любой возможности идут на улицу. Поэтому, девочки, не забывайте гулять. Проводите больше времени со своими друзьями, со своими родными. Поменьше сидите в интернете. Несмотря на то, что вы сейчас смотрите это видео в интернете. Но оно, я надеюсь, хотя бы было вам полезно. В общем, я могу долго болтать, долго завершать видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы следить за всеми обновлениями. Скоро видео будут выходить, скорее всего, по Реши, девочки. Я думаю, вы понимаете, почему. Но в инстаграме я буду появляться, думаю, так же часто. Я вас очень сильно люблю. И улыбайтесь чаще. Пока.